После «Пацанов», ставших не только одним из самых успешных шоу Amazon Prime Video, но и побивших собственный рекорд просмотров в четвертом сезоне, любимое нами шоу объявило, что закончится пятым сезоном. Однако спин-оффы вроде «Поколения Вай» и «Дьявольских пацанов» продолжат нести наследие шоу. Недавно было сделано несколько объявлений. Первое – о втором сезоне «Поколения Вай» в следующем году, первый сезон которого уже вышел. Также было объявлено о шоу под названием «Пацаны Мексика». Но самое удивительное, анонсированное вчера на Комик-кон – шоу «Восстание Хранилища». Это шоу, которого я жду больше всего. Поскольку о нем пока мало что известно, я решил посмотреть, что именно есть в сети об сериал-приквел, а также взглянуть на основное шоу и увидеть, что может в нем появиться. Итак, давайте начнем. Вот приквел сериала «Пацаны». Восхождение Хранилища – все, что мы знаем. Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Описание приквела гласит – это запутанный детектив об истоках Хранилища в 1950-х годах. Шоу о ранних подвигах солдатика и коварных маневрах Супа, известного фанатам как «Штормфронт», тогда носившей имя Клара Воут. «Штормфронт» носила это имя, будучи замужем за доктором Фредериком Воутом, создателем соединения FIF и основателем Воут Американ, позже ставшей Воут Интернешнл. До того, как стать Кларой Воут, «Штормфронт» была известна как Клара Райзингер. Она родилась в Берлине, Германии, в 1919 году. Однако к 1933 году она вступила в Инсдап и разделяла многие их идеи. В Германии она была замужем за Фредериком Воутом, и именно там он дал ей первую успешную дозу соединения FIF, сделав ее первым в мире успешным супером. Надеюсь, мы увидим эту предысторию на экране. Знаю сериал о 50-х, но все это важно для роста Воута, учитывая название шоу. Затем они переехали в Америку в конце Второй мировой, когда победа союзников была близка. Похоже, шоу сосредоточится на послевоенном времени и начале 50-х годов. Мы знаем, что «Солдатик» и «Штормфронт» встретились в 50-х, создав шокирующее событие третьего сезона – герогазм. Говорят, что там у них был и интимный контакт. Интересно, увидим ли мы развитие их долгосрочных отношений в тот период. Основано в 1952-м, так что, вероятно, увидим первое такое событие в приквеле. Этот эпизод третьего сезона – один из самых откровенных, и приквел, скорее всего, будет не менее шокирующим. Приквел «Восхождение Воута» явно будет сосредоточен на Фредерике, Штормфронт и Солдатике, разделяющих схожие взгляды на расу и рост влияния Воута в тот период. Говорили, что Штормфронт и Фредерик планировали использовать компаунд «Факуай» для создания армии суперов и развязывания мировой расовой войны. Похоже, мы можем увидеть что-то, связанное с этими идеями, и как их взгляды, возможно, менялись со временем. Забавно, что это почти то, к чему пришел Хоумлендер – армия суперов, властвующая над людьми. Так он почти исполняет мечту Фредерика Воута, даже не осознавая этого. Думаю, мы увидим больше о том, как пути Солдатика, Фредерика и Штормфронт пересеклись. Солдатик родился в США в 1919 году. Во время Второй мировой он вступил в армию и вызвался на эксперименты доктора Фредерика Воута. Там ему ввели компаунд «Фит», который и дал ему суперсилы. И в итоге сделал его одним из первых суперов в мире вместе со Штормфронт, а также одним из сильнейших суперов в мире на тот момент. По сути, самым сильным из когда-либо существовавших наравне с Хоумлендером. Еще известно, что в 1951 году вышел биографический фильм о солдатике под названием «История солдатика». Он явно встречался со Штормфронт, а также был вовлечен в «Красную угрозу». «Красная угроза» — это форма моральной паники, вызванная страхом роста левых идеологий, например, коммунизма. Похоже, что основное внимание будет уделено взлету Воута в 50-х и послевоенному мышлению Фредерика Воута после создания успешных суперов в лице Штормфронт и Солдатика. Вот на чем будет сделан акцент. Единственное, что меня немного смущает, это то, что это будет шоу в жанре детективного расследования. Это интересный подход. Будьте сосредоточены. Единственное, что меня немного смущает, это то, что это будет сериал о загадочном убийстве. Это новый подход для пацанов, ведь обычно мы видим все смерти в самых ужасающих подробностях. Интересно, будут ли супы ответственны за убийство или жертвой станет Фредерик, а может это будет неизвестный нам персонаж того времени. Это захватывающе. Солдатик и Штормфронт в центре внимания – идеальный коктейль для отличного шоу. Оба они, пожалуй, лучшие злодеи, созданные сериалом. В 50-х Штормфронт скрывала свои истинные взгляды, выступая под именем Либерти как патриотический герой, в то время как рядом был Солдатик. По сути, супергерой уровня Капитана Америки для США – патриотизм, когда оба запутались в романтических отношениях. Что, как мы думаем, случится, ведь мы знаем об их интрижке в 1952 году. Я уверен, что это будет происходить чаще, но интересно, как Солдатик будет себя чувствовать, и будет ли у него наивность и непонимание того, что он фактически в постели с врагом. Интересно, заметит ли он когда-нибудь, что происходит. Еще одно, чего я жду от этого приквела – костюмы обоих героев. Мы знаем, что у Солдатика было несколько версий формы, так что интересно, будет ли она отличаться от той, что мы видели с 70-х до наших дней. Кроме того, Штормфронт – это Либерти. Нам показали фото ее прошлой формы, очень похожей на костюм Хоумлендера, так что интересно увидеть ее образ, а также, как она действует между разными персонажами. И Штормфронт, и Солдатик способны совершать ужасные поступки и вызывать массовые разрушения среди окружающих их людей, как мы видели в предыдущих сериях, с их вспыльчивостью и огромной силой, скрытой в их способностях. Поэтому я ожидаю, что шоу будет таким же кровавым, как основной сериал и Джен Фи тоже. Что касается даты выхода этого шоу, она пока не подтверждена ни в малейшей степени и не будет еще долгое время, но можно предположить, что оно, скорее всего, появится на экранах, чтобы заполнить пробел после естественного завершения «Пацанов» в конце пятого сезона. Когда речь идет о том, кто будет у руля этого шоу, Пол Грилонг, исполнительный продюсер и сценарист основного сериала «Пацаны», будет шоураннером «Vote Rising», а также многих других исполнительных продюсеров, знакомые по основному шоу, Дженсен Эклз и Дайя Кэш, также получат продюсерские кредиты. Как видите, на момент записи о шоу известно не так много, но я хотел собрать всю информацию о том, о чем оно будет, а также дать немного справки о мире «Пацанов» того периода, чтобы дать представление о том, чего ожидать. Вот и все, что мы знаем. Итак.